Детские сады и школы Неницкого округа приглашают принять участие во всероссийской акции «Цветок памяти». Она организована по инициативе члена Общественной палаты Волгоградской области Оксаны Бирюлькиной, которая выступила с предложением, чтобы каждый ребенок 9 мая вырастил из семени цветок и принес его к памятнику победы в Великой Отечественной войне в своем городе. Эту идею высоко оценила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и предложила провести акцию по всей стране. В нашем регионе одними из первых к экологической акции «Цветок памяти» присоединился Центр природопользования Неницкого округа. За посадкой семян наблюдала наша съемочная группа. Я рекомендую приобрести бархатцы. Самые неприхотливые растения, морозоустойчивые, которые легко приживаются и при правильной посадке они могут до первых заморозков радовать их глаз. Вырастить бархатцы из семян можно традиционным способом, просто посадив семечко в горшок. А на Булатова предлагают другой вариант, наиболее интересный, но трудоемкий – проращивание семян на бумаге с использованием подложки. Такой способ посадки цветов может заинтересовать даже самого непоседливого ребенка. Буквально сантиметров через 10 можно их разложить. Затем вы завертываете улиточку, делаете в виде улиточки и выставляете. Здесь мелкая посуда, можно взять поглубже. Во-первых, мало места занимает, а связываете резиночкой, денежной так мы называем, и можно поставить любую емкость, мало места занимает. И если емкость у вас большая, глубокая, то можно выставить несколько вот таких улиточек. Бумажную салфетку можно заменить цветочным грунтом. В таком случае при пересадке цветов клумбы корневая система растений останется неповрежденной, а за счет подложки земля будет сохранять тепло. Такими непривычными для кого-то способами можно вырастить не только бархатцы, но и другие неприхотливые цветы, которые в последующем украсят клумбы на пришкольных участках и территориях детских садов или возле памятных мест, как это и было задумано инициаторами акции. Старт дал город Волгоград, у них эта акция была проведена. Но сравнивать климатические условия города Волгограда, и если они к 9 мая могут уже организовать клумбы около памятника Победы или во дворах школ, а у нас есть школы, которые носят имена участников Великой Отечественной войны, Петра Михайловича Спирихина, школа номер один, можно организовать клумбы и сейчас уже заниматься рассадой. Напомню, всероссийская акция «Цветок памяти» посвящена победе в Великой Отечественной войне. Каждый ребенок может вырастить к 9 мая цветок и принести его к обелиску Победы в своем городе. Ирина Нежалова, Вадим Стасюк, Телеканал Север.